Крупный пожар в Мурманске. На улице Марата загорелось здание, на втором этаже которого располагалась имидж студии «Элегия». Классы школы выгорели полностью из-за утепления крыши и старых деревянных перекрытий. Пожарным долгое время не удавалось ликвидировать возгорание. Убытки понесли и расположенные внизу предприниматели. С места событий наш репортаж. Старое двухэтажное здание на улице Марата рядом с мебельной фабрикой вспыхнуло неожиданно. Огнем охвачен весь второй этаж. Едкий дым, поднимающийся столбом, виден далеко от места ЧП. Пожарные уже много часов бьются с возгоранием, но языки пламени упорно сопротивляются тоннам воды. По словам очевидцев, пожар начался около трех ночи в помещении на втором этаже. Пожарные прибыли оперативно, вот только справиться с возгоранием так и не получилось. Пламя быстро перекинулось на крышу. Большая часть пострадавшего от огня здания была занята имидж классом «Элегия». Ущерб, нанесенный в школе, колоссален. И это несмотря на то, что часть вещей из горящих помещений удалось вынести. По словам руководителя учреждения, студия была делом всей жизни. Теперь занятия по хореографии, пластике и основам актерского мастерства отложены на неопределенное время. Школа сгорела, танцевальные залы, директорский кабинет, ковры, диваны, скафы. Что в таких случаях горит. Что-то успели вынести, что-то не успели. Спасать имущество пришлось и владельцам нижнего этажа. От пожара они не пострадали, но вот вода, используемая при тушении, затопила все, что можно. Продавцам музыкального магазина пришлось вынести инструменты и оборудование, а льющиеся потоки выгребать наружу лопатой. Соседним предпринимателям оказалось еще тяжелее. В павильоне хранились металлические двери. Тяжелые конструкции также эвакуировали. Единственное утешение присучившимся никто не пострадал. Пожар ушел на кровлю. Кровля сложная, значит много там слоев утепления, рубероид. Все доски очень старое здание, пропитаны. Поэтому вот осложняется именно в разборке строительных конструкций. Поэтому это вызвано длительным тушением, до сих пор разбирается. В следствии еще предстоит выяснить причину ЧП, но по неофициальной информации в одном из помещений второго этажа могла загореться проводка. Свидетели случившегося предположили, поскольку классы и легии были оборудованы теплыми полами, неполадки в режиме работы системы могли стать источником возгорания.